Теремецкая лента Большой упор в школе будут делать на нетрадиционные методы обучения. В программе разные виды искусства. Часть из них ребята гостям показали. Танец отличался изящностью и легкостью, но покорили сердца зрителей традиционные корейские барабаны. Центр будет принимать на занятия детей любых возрастов, даже дошколят. Чтить и помнить свою родную культуру с детства – вот к чему тут стремятся. В день открытия самые маленькие воспитанники показали, чему уже научились. Гости тоже в стороне не остались. Нескольких воспитанников наградили стипендиями, а школе подарили целый набор книг. С речью выступил начальник управления образования администрации города Инчхон. Узон Мун рассказал о системе образования в Корее. Также в наших школах обучаются дети из разных стран. Если раньше мы ввели обучение только на корейском языке, то сейчас мы постепенно вводим обучение на семи разных языках. Директор центра Валерия Ким лично провела гостям экскурсию по учебным аудиториям. Уютные светлые классы, есть своя костюмерная и музыкальный зал. А информационные стенды, которые развесили в коридорах, помогут погрузиться в историю и узнать больше о корейской культуре. Прежде чем, например, обучать детей культуре, искусству, традициям, я думаю, что надо и истории тоже. Вот и будет урок истории, урок традиций корейских, урок, допустим, литературы и что-то такое. Официально занятия в центре начнутся с 1 октября. На данный момент в списках уже более 150 детей. Со временем планируют расширяться, чтобы вместить еще больше учеников, ведь спрос на корейский язык с каждым годом только растет. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.